МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы расскажем, как работает на себя Ирина Владимировна Гориинова. В поселке Украинском у нее своя пекарня. Заглянем. Ирина Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Ну, показывайте, это у вас магазин. Мы изначально открыли этот магазин для того, чтобы осуществлять реализацию нашей продукции. Ну, пойдемте на производство. А, вы хотите на производство, тогда вас нужно одеть. Так, все, теперь я готов, да? Да, вы теперь готовы. Для осмотра хлебополочного производства. Да, да, да. Пойдемте, показывайте, с чего начинается. Наталья, пойдемте. Мы сейчас с вами попадаем в склад цепучего сырья. Вот цех подготовки сырья. Здесь мука, да? Здесь у нас мука. В самом деле это производство начиналось сначала с покупки самого здания. Весь процесс, в принципе, занял около пяти лет. Становление бизнеса. Да, да, да. Становление именно этого бизнеса. А до этого у вас был какой-то другой бизнес, да? Ну, у нас была просто торговля. То есть мы купили, сделали свою торговую наценку и продали. То есть был один магазин? Да, да, да. И в какой момент вы поняли, что этого мало, что надо производить что-то? Ну, во-первых, я сама по образованию инженер-технолог хлебопекарного, макаронового и кондитерского производства. Имею очень большой стаж работы. Это было моей мечтой. Эту идею я вынашивала очень много лет, еще получив эту специальность. Ну, и, конечно, моя семья мне помогла. Друзья, семья вынуждена была взять кредит для того, чтобы в свою идею воплотить. Ну, и вот так, да, приходилось экономить. И вот когда человек просчитывает свои возможности, ресурсы, составляет в себе количество расходов, доходов и правильно умеет все это сопоставить, ну, слава богу, мы идем, несмотря на тяжелые времена, мы идем поступательно только по спирали вверх. Вокруг меня всегда очень много, меня тянет всегда к людям, у которых я могу чему-то поучиться. Я до сих пор учусь. Я учусь, учусь и учусь. И где-то, если я вижу, что мне это интересно, я полностью погружаюсь и мозгами, и головой в это. Когда я училась в институте, я прошла стажировку и в Риге на знаменитом хлебозаводе. Я прошла стажировку в Москве на кондитерских фабриках, в Ленинграде тогда, там, где Тернург еще, Ленинграда. То есть даже когда я училась, мне было это очень интересно, в самом деле. Ну и вот вы работали так хорошо, в общем-то, на хлебозаводе, а потом ушли и сделали свое предприятие. Как вот это произошло, этот переход? Когда ты работаешь, да, на предприятии или, так сказать, вот... На дядю. На дядю, да, грубо говоря. Ты всегда в каких-то рамках. Здесь же я могу экспериментировать. Я за свои деньги взяла коробку масла сливочного, взяла сгущенку, да, и творю, что хочу. То есть и положено на такие рамки. А потом уже, да, да, а потом уже я творю. И мне никто не скажет, а, Гаринова, ты, да, ты вот взяла, заплати, и все. Я все время в поиске. И самое главное, это команда. Нужны люди, которые подхватывают твои идеи. Вот они должны подхватывать. Мы не должны над ними вот так вот давлять, висеть. Да, она должна приходить на работу с радостью. Это для нее второй дом. И они знают, что они получат отпускные, что они получат зарплату вовремя, что их детей предприятие вывезет на новогодние утренние. Что на 8 марта и 23 февраля будет организован корпоратив. Это настолько важно, потому что тогда это как семья. Если ты ее не создашь, семью, ядро, все. И, кстати, с плохими членами семьи по сей день приходится расставаться и брать новых. Это называется методом селекции. Метод селекции такой, приживается растение или нет. Человек подхватывает или не подхватывает твои идеи. Выполняет добросовестно свою работу или не выполняет добросовестно. Самое главное это что? Это чтобы человек имел доступную работу, как можно меньше времени тратил до работы. И чтобы больше времени у него оставалось для своей собственной семьи лично во времени. И тогда он будет сейчас. Друг друга подменяем. А в какой момент вы вообще отсюда ушли и не притрагиваетесь к хлебу? Что должно было пройти времени? Сейчас скажу. Полгода. Мне хватило полгода создать свою команду, которая меня понимает. И я руковожу дистанционно уже. Уже по телефону, да? Да. Я руковожу дистанционно. Но продукцию я вижу каждый день в торговой сети Краснодара. А я в Краснодаре пробую по телефону. Так, не так. Мякиш рыхлый. Увеличил, добавь, переделай. У нас есть телефон нашего предприятия «Горячая линия». Я постоянно получаю звонки. То есть человек купил хлеб, мало ли вдруг нравится или не нравится. Или клиенты будущие звонят. Мы можем с вами заключить договор. Этот телефон работает круглосуточно. Отдыхаю, сплю или где-то я выпала. Он постоянно включен. Я всегда на него, на свой личный. Это сотовый телефон прямо на этикетке. И я никому, никакому диспетчеру его не поручаю. Я постоянно нахожусь круглосуточно на «Горячей линии». То есть клиент, купив булку хлеба, может вам лично позвонить на сотовый телефон? Лично, лично. Не раздражает? Нет, что бы. Я наоборот рада. Не было такого, что звонят, ругаются, что-то там, не знаю, что тохло? Да все было. Как это не было? Все было. И вам хочется это выслушивать самим? Конечно. А что делать? Надо экстренно, значит, поднимать ее с кровати, какие-то вопросы, организовать машину, ехать, решать эту проблему. Мы же русские люди, господи, все пытаемся найти общий язык, не ругаться. Это вот еще наше подразделение, наше направление, мясные полуфабрикаты, которые мы… Я бы так пельмени вручную лепите. Ну, знаете, по прибыли замороженные полуфабрикаты – это вообще-то на самом деле очень, так сказать, продукт, который будет часть моих экспериментов окупать. И я могу сделать здесь на оценку и на вот этой продукции, и именно на вот этой, а не на хлебе формовом, заработать деньги, которые помогут мне эти деньги вложить в развитие всего предприятия. То есть вот она золотая жила? Вот она, да. Говорят, чтобы держать такой бизнес, ну, нужно там в кабинеты что-то занести, туда что-то занести. Вот как с этим? Я вам честно и откровенно скажу. Вот эти все маневры, конечно, они мне известны. Но здесь я себе взяла за правило, что я буду стараться, во всяком случае, я себе так сказала, и слава богу, вот так и продолжается, что никто ничего никуда не заносит. Но мы всегда проверяющим рады. Вот видите, да, это у нас цех экспедиции, куда уже готовая продукция поступает. И развозится вот в таких полиэтиленовых ящиках, упаковывается на каждую торговую точку. Ну, допустим, в Услабу магазин номер один, там в Хутор Ленина магазин. И в Краснодар. Да, все. Ну, тогда поехали с вами в Краснодар, посмотрим, как вы там торгуете, да? Все, поехали. Ай, поехали, поехали. Так, это ваш магазин. Да, это фирменный магазин, который был открыт в 2015 году. Он подразумевает реализацию продукции, которая изготавливается на моем предприятии. Ну, и плюс, конечно, остальные сопутствующие товары. Ну, когда мы открыли свое производство, мы подумали, что все-таки нам нужен наш фирменный магазин в городе Краснодаре. Потому что производство это расположено в Денском районе. То есть здесь уже заложена продажа продукции без торговой наценки. Чтобы завоевать рынок города Краснодара, мы обратились в департамент сельского хозяйства города нашего. И, значит, попросили их предоставить нам торговые места на ярмарках выходного дня. И я вам одно могу сказать, что оптовая цена на хлеб дает нам преимущество. И люди с сумками набирают. Самое интересное, покупая там хлеб, допустим, мы уже приобрели других покупателей в сфере розничной торговли, в фестивального микрорайона. У нас сейчас на данный момент три машины идут чисто в город, развозя вот эту хлебобулочную. Вот если ты хочешь открыть свое дело, ты должен любить свое дело, правильно или нет? Поначалу это же был просто ужас, вы не поверите. Покупатель, он же, как говорят, голосует желудком своим. Если ему это нравится, у нас есть клиенты, Вер, так или нет, которые за полуфабрикатами приезжают с другого конца города. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы мы заключили договора с сетями нашими. Мы готовы производить в 20 раз больше, чем сейчас. Ну, мы там не можем проходить ни по тендерам, ни по НДС, которые надо возвратные делать. Это целая песня, это так мешает малому бизнесу в самом деле. Перспективы я вижу все равно. Мы не можем повторять то, что делают другие, мы не можем. Нам надо что-то делать, искать свою нишу, да, а там клиент рассудит. Я хочу развивать совершенно в новом, я не хочу повторять никто. Я не хочу быть конкурентом ни для какого-либо производства. То есть, какой-то новый хлеб будете делать? Да, да. Ну, я думаю, у вас все получится, и мы к вам приедем на какое-то такое инновационное предприятие. Спасибо большое, до свидания. Я тоже очень рада, спасибо большое. Спасибо вам.